Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Катитесь без кондиционера. Задыхаюсь, что не в обморок падать. Барнаульцы жалуются на невыносимую жару в автобусах. Во всех фонтанах страны. Как в Барнауле отметили главный праздник десантников, враг не пройдет. Служившие здесь казаки успешно контролировали территорию в одну сторону до Черыша, в другую до Чумыша. Возле Новоалтайска появится реконструкция казачьей крепости. До плюс 30 градусов сегодня поднялись столбики термометров. Выдержать такую жару в общественном транспорте невозможно, говорят барнаульцы. Они обратились в редакцию «Толка» с жалобой на отсутствие в автобусах кондиционеров и элементарно открытых окон. Наша съемочная группа рискнула прокатиться в автобусе в аномальную жару и проверить, как там дышится. На улице 30 градусов жары, уже через 5 минут начинаешь обливаться потом, становится тяжело дышать. Но на улице находиться еще куда не шло, а вот ехать в душном автобусе, где температура выше на 20 градусов вообще невыносимо. Мы зашли в 53-й автобус. На удивление, все форточки, а их здесь 5 открыты. Охладиться можно и под открытым люком, правда в автобусе все равно царит сильная духота. В 53-й я стараюсь садиться, потому что дискомфорт невозможный, очень жарко. Я когда еду на работу, я выбираю сюда транспорт, чтобы в нем были форточки. Есть просто 53-й, где их просто вообще нету. Люк работает только один, как бы так вот. Видите, кондиционер не работает. Я просто жду другой транспорт. Я лучше опоздаю на работу, лучше пенделя получу. Шибко уж нужно в автобусах. Не открывает точки. Как вы себя чувствуете? Задыхает. Чуть ли не в обморок падает. Как вы переносите? Да, нормально, переносите. Надо просто сесть, ветерком обдувает, и все. Правда, если автобус стоит в пробке, то ни о каком обдувании речи быть не может. Кстати, проблема духоты касается не только автобуса 53-го маршрута, но и всего общественного транспорта. Выжить в жару в барнаульских автобусах совсем непросто. Это был 55-й автобус. Ехала я на нем ровно 5 минут, и уже просто плохо, очень душно, и пот просто течет ручьями. По современным нормам во всех автобусах должны быть кондиционеры. Так, москвичи уже давно катаются по городу с ветерком. Но для Барнаула это непозволительная роскошь. Купить новые автобусы дорого, установить в них кондиционер тем более. Кстати, по прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится в городе еще неделю. Так что, если выбираете общественный транспорт, попробуйте не получить тепловой удар. Садитесь на места в автобусе рядом с входными дверями и окнами. Там прохладнее всего, и берите с собой побольше питьевой воды. Желательно в металлическом термосе, чтобы она не нагрелась. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Особенно тяжко придется тем, кто в такую жару уже в понедельник останется без горячей воды. Несколько десятков домов и социальных объектов попадут под очередную реконструкцию теплосетей. Эти работы – часть подготовки к зимнему отопительному сезону. На трое суток воду отключат в домах индустриального, железнодорожного и октябрьского районов. Там проживает почти 39 тысяч человек. А вернется вода в краны барнаульцев 9 августа. Жители одного из барнаульских домов просят спасти кошек, живущих в подвале. Они обратились к нам в редакцию. Как заверяют защитники животных, четвероногим грозит беда. И хочет выжить тренер, который в этом же подвале арендует место под тренажерный зал. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Живет он у нас уже три года здесь. Очень хороший, общительный парень, ласковый. Этот ласковый парень по кличке Черныш уже сутки не может попасть к себе домой. В подвал многоэтажки по адресу Декабристов 6А. Всего в подвале живут 8 кошек. Местные жители годами их кормят, прививают и стерилизуют за свой счет. Но с недавнего времени, как утверждают жители, бездомыши стали неугодны спортивному тренеру, который арендует это помещение у местного ТСЖ. Он сказал дворникам, выловить кошек и поубивать. Дворник, текушку, все это передала мне. Она отказалась это делать. И тут, конечно, я подняла уже вот этот весь скандал. Потому что встала на защиту этих бездомных животных. Для кого-то дети, для меня вот они дети. Я радуюсь, когда, например, нахожу им дом какой-то, когда попадают в хорошие руки. Но неравнодушные боятся, что попасть в хорошие руки животные уже не успеют. Их отсюда выживут. Мы попытались проникнуть в помещение, где живут кошки. У жильцов есть ключ. Но открыть и зайти туда не смогли. Закрыто изнутри. Значит, в подвале кто-то есть. В подвале кто-то есть. И там закрыто. Они закрылись. Изнутри. Конечно. В подвале этого многоэтажного дома находится пять кошек. Но выйти на улицу они не могут. Подвал закрыт, а отдушины наглухо замурованы. А ведь в прошлом году Минстрой России предлагал запретить закрывать наглухо подвалы и отдушины в многоэтажках, чтобы животные спасались от дождей и холодов. Но инициатива так и осталась инициативой. Мы решили узнать, у представителей ТСЖ действительно ли животным грозит гибель. В телефонном разговоре они пояснили, что убивать кошек никто не собирается. Но убрать их из подвала просто обязаны по санитарным нормам. Эти плошки по всему дому стоят. По всему. Сколько надо и сколько не надо. И причем они забывают, что надо поменять ее. Это ужасно. Мухота ванищет. Завхоз заверяет, что сама попытается пристроить кошек в добрые руки. Но отметим, что животные никому особо не нужны. Приюты переполнены. Не горят желанием забрать к себе кошек и тех, кто регулярно их подкармливает. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня 89-ю годовщину образования воздушно-десантных войск отмечают последователи Василия Маргелова. У этого праздника есть множество стереотипов. Моя коллега Полина Ждуанова решила узнать, а с чего начинается 2 августа типичного десантника. И откуда появилась традиция купаться в фонтане. Смотрим. Выгладить тельняшку, выстирать флаги и начистить берцы. Все по плану. День ВДВ Николай отмечает второй год подряд, но считает, что большинство десантников также начинают утро 2 августа. Николай трепетно относится к армейским атрибутам, потому что цель заслужить голубой берет поставил себе еще в школе. Кстати, носить этот головной убор нужно определенным образом. Когда человек уже демобилизовывается из вооруженных сил, он уже может проявить немножечко креатива и сделать берет так, как ему нравится. День ВДВ празднуют как воздушно-десантные, так и войска специального назначения. Но традиции у них общие и известны всем. Некоторые вызывают недоумение. Например, десантники разбивают бутылки и доски себе об головы на показательных выступлениях. Как нам пояснили, ничего в этом сакрального нет. Просто демонстрация силы и выносливости. А вот у традиции купания в фонтане, оказывается, есть своя легенда. Во времена Афганистана, где массово применяли, по сути, первый раз серьезно, насколько я знаю, воздушно-десантные войска, было очень жарко, воды не хватало. И новоиспеченные ветераны, возвращающиеся из этой зоны боевых действий, так скучали по воде, что на этот праздник отмечали таким образом. Как правило, купаться в городских фонтанах вояки начинают ближе к вечеру. Тем более погода располагает. Но сначала торжественная церемония поздравления ветеранов и дань памяти погибшим во время боевых действий. Глава наших ребят, воспитанных в Балтайском крае, в дело укрепления и прославления и нашей армии, и непосредственно воздушно-десантных войск. Среди представителей голубых беретов есть те, кто впервые отмечает этот день, и те, кто ходит на праздник десятки лет. Их объединяет одно. Они считают, что воздушно-десантные – это особые войска, бойцы которых отличаются смелостью и самоотверженностью. Десант – это элита, считается. Это такие довольно специфичные войска. Как я уже сказал, у нас есть свои традиции. И 2 августа, и во время службы много таких интересных моментов, которые не встречаются от других войска. Торжественная часть дня ВДВ завершается возложением цветов на Власихинском кладбище. Там вспоминают своих товарищей, погибших при исполнении. После десантники отправятся на пляж «Водный мир», где смогут повеселиться. Кстати, они говорят, что бояться в этот день толпы людей в тельняшках не нужно. А вот поздравления принимаются и приветствуются. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Такие уж ли безобидные люди в тельняшках. Каждый из нас на этот вопрос ответит завтра, когда появятся новые сводки происшествий. А мы переходим к другой теме. Скоро с Новолтайском появится казачья крепость 18 века. Правда, не настоящая, а всего лишь макет. Но зато предельно точный и полномасштабный. Энтузиасты приступили к реконструкции деревянной Белоярской крепости, которая в 18 веке обороняла эту часть Сибири от воинственных кочевников. Как продвигается стройка и какие на нее планы, у создателей выяснял Илья Кочетков. Это не будущие банки или коттеджи, сделанные под старину. Сергей Попов говорит, уже осенью здесь, на окраине Новоалтайска, появится макет легендарной Белоярской крепости 18 века. Предварительную работу пришлось провести немалую. Точных чертежей крепости не осталось. Да и в целом такая работа удовольствие не из дешевых, так что сильно помог президентский грант. Сергей говорит, сразу была идея воссоздать не столько объект, сколько фрагмент истории. Для этого пошита одежда. То есть в основном из натуральных тканей, хотя очень-очень сложно было на самом деле подобрать. И цены дикие какие-то, на все натуральные. То есть получается, как одевались казаки, чтобы это можно было увидеть. То есть как одевались крестьяне. То есть вот такое одежда. К нам приезжают добровольцы, то есть работают добровольцы. Мы их одеваем. То есть они как бы все это на себе ощущают. То есть мы их кормим щами, борщами. Белоярская крепость, построенная в первой половине 18 века, была одним из первых, пожалуй, капитальных строений на Алтае, да и во всей Сибири. Времена были неспокойные. Новоприбывших сюда русских сильно донимали кочевые племена. Белоярская крепость, говоря современным языком, была настоящей пограничной заставой. И несмотря на то, что территория здесь и сегодня-то местами труднопроходима, служившие здесь казаки успешно контролировали территорию в одну сторону до Черыша, в другую до Чумыша. А это десятки километров. Сама крепость исчезла уже к 19 веку, когда граница русских владений сдвинулась сильно на юг. Зато благодаря ей появились деревни Белоярска, затем и Новоалтайск. Где она точно находилась, историки-краеведы до сих пор спорят. Но Попов считает, раз роль современной версии крепости уже не военная, а познавательно-развлекательная, то важнее, чтобы сюда можно было просто добраться. Так что место выбрали рядом с трассой. Желающих помочь в стройке тут ждут уже сейчас. А осенью здесь начнет обретать очертания исторический мини-парк с выставками и мастер-классами. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. Когда звезды российской эстрады говорят, что в Барнауле их запарили, речь идет про конкретную баню и одного мастера. Иван Аминов утверждает, что он единственный в городе профессиональный сертифицированный парильщик. Почему его нельзя назвать банщиком и как он делает немцу смерть, узнавал пока живой Андрей Дрейер. То есть его раз поставил, как девушке цветы даешь, он распускается в процессе. Баня для Ивана и правда как девушка. Вторая любовь после жены. С 14 лет паром руководит. А профессиональный стаж начался с 2008 года. Попросили меня попарить московского гостя. Это был президент Международной Ассоцией Сырченко Андрей Игоревич. Банщик это про того, кто простыни или полотенца принесет. А Иван, бан, спец, парильщик или пармейстер. Вот кладет пар на гости. Это самое начало. Называется шепоток или бабочка. Хитрости и техники у каждого парильщика свои. У Ивана их целый ворох. Самый любимый процесс у девушек это богатырское парение. По-богатырски это 30 человек в день напарить. И со всеми Иван говорит и всем внимание уделит. Потому и звезд российских парит и гостей заморских. Последних любит удивить, например, калинкой. То есть я сейчас, допустим, расслабляю клиента, да, там, ну вот, шепоток, бабочка, так, все расслаблено, все так, там, скрабик сделали, все, и клиент так все думает, все, все, все хорошо. И я просто потом на всю мощь так... Политика, политика, политика моя! Зато я это, политка, политка моя! Это, политка, политка моя! Зато я это, политка, политка моя! Немец, который был, он даже по-русски не понимал. Он сперва по-польски заговорил. А потом просто говорит, Ваня, не надо. А когда спустились уже к ресепшену, девочки спрашивают, как Ваня. А он просто идет, Ваня, супер, Ваня, садо, мадо. Он просто... Он два года подряд когда приезжал, чистоганно. После такого горячего приема следующий этап. Есть хамам с его мягким паром, массаж и пилинг. Кстати, Иван использует только дегтярное мыло и лыко. Лучше любого спа-салона. И более после парной. После пара и массажа сядете за травяной чай и только тогда узнаете, что Ваня для Ивана хобби. А на работе он газо-электросварщик пятого разряда. Кстати, там тоже считают, что Ваня супер. Андрей Дригер, Андрей Печеркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.